На борьбу! На борьбу! На борьбу! Дорогие друзья! Спасибо вам, что пришли! Это событие осталось в памяти его участников, как истинный миг солидарности и единства. Белорусы показали, как они поддерживают своего национального лидера и насколько уверены в нем. В свою очередь Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что он всегда со своим народом. Спасибо вам, гомельчане! Мы прожили с вами четверть трубных лет, и мы никогда меня не подводим. Слова президента нашли очень сильный эмоциональный отклик, вспоминает участник акции гомельчанин Дмитрий Мурашко. Мы, гомельчане, как и тысячи наших соотечественников, приняли участие в этом митинге, на котором наш президент Александр Лукашенко своей речи, которая была фундаментальная, очень эмоциональная, озвучил о внутренних и внешних векторах нашей политики. Тысячи людей из разных уголков нашей Беларуси, которые нашли возможность приехать и поддержать не только президента, нашего лидера, но и наше государство. Мы еще раз убедились в том, что мы, белорусы, мирные люди, и мы стремимся создать мирное, созидательное общество. Мы не ввязываемся ни в какие политические игры на мировой арене. Мы хотим мирно жить, ударно работать, воспитывать детей и строить нашу сильную, процветающую Беларусь. Казалось бы, за два года воспоминания и эмоции уже могли померкнуть, но чувство единения не оставляет равнодушными участников встречи. От Гомельской области на грандиозном митинге также присутствовала Наталья Мамрукова. Спустя годы она говорит, что ощущения такие, как будто это было вчера. Конечно, вокруг были люди, которые были с нами не согласны. Но мы очередной раз доказали, что мы сделали правильный выбор. Еще 9 августа, а 16-го мы доказали, что с нами миллионы. Вы чувствовали, что слова президента откликаются в сердцах людей, которые были с вами рядом? Каждое слово, сказанное президентом, это было то, что находилось на душе у каждого. Потому что для нас увидеть президента рядом и понять, что мы единая сила. Недаром у нас и День народного единства родился, и Год народного единства. Потому что мы показали, что мы сила. И мы силой делали не просто правильный выбор. Это может быть банальные какие-то слова, но просто отдать кому-то непонятное напорогание нашу страну, и то, что мы создали за эти годы, и то, к чему мы стремились. И тут вдруг кто-то пришел, решил, что он сделает это по-другому. На каком основании, собственно говоря? Оснований никаких не было. В 2020-м наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением. Попытки фальсификации исторической памяти, вмешательства во внутренние дела и стремление устроить государственный переворот. Сейчас на примере Украины стало ясно, к чему могут привести попытки коллективного Запада заставить забыть свою историю. В Беларуси расколоть общество не удалось. Сохранение идентичности и уроки прошлого помогли нашему народу объединиться и выстоять. Нам никто никогда не говорил, как нам надо освещать историю, что надо там, да вот тут замолчите, вот тут вот наоборот подчеркните. Такого никогда не было. Более того, когда наш президент приходил в Национальную академию Нового Беларуси, встречался с научной общественностью, я прекрасно помню слова, его спросили, какую задачу вы ставите, Александр Григорьевич, предисторической наукой? Дайте нам объективную картину прошлого. Это для любого ученого-историка дорогого стоит, потому что, к сожалению, в современном мире очень мало таких лидеров, которые хотят видеть объективную историю. Выдержанная политика государства помогла избежать кровопролития человеческих жертв. Беларусь выбрала цивилизованный путь решения острых вопросов, как итог большая работа в сфере законодательства и новая конституционная реформа, давшая толчок развитию белорусского общества. Самое главное, что белорусский народ во всех его взрослых группах, в абсолютной своей большинстве, продемонстрировал, кого 97, а кого всего-навсего 3%. Вот это самое главное. И мы будем развивать свою державу сами. При этом мы будем памятать мудрые высловия конфуции. Однодумцы – это не те, кто думает о нольках, а те, кто думает об одним. Мы все повинны думать о нашу Беларусь, шукать на базе конституционной реформы, новых шляхов, развивать, модернизовать нашу политичную систему. События августа 2020 года стали хорошим уроком для белорусского народа. Они позволили нам осознать ценность мирного неба над головой и важность защиты своей истории. Но главное показали – мы действительно единый народ, народ, имеющий силы жить и развиваться по своим правилам и в своих национальных интересах, как бы это кому-то не нравилось. Наталья Игнатенко, Жанна Минина, Александр Чернышевич, Игорь Морищенко. Новости недели.